Девушки отдыхают Я запросил считать деньги Это твои деньги или мои? Говори, Орхан Говори Орхан? 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 Орхан! Дыши, дыши Посмотри на меня, Орхан Орхан, дыши Орхан, дыши Орхан, дыши А ну-ка посмотри, посмотри на меня Орхан Разожми руку Орхан 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 Извини Прости Прости меня за все Ты все это не заслужила Извини 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 меня Прости Орхан Орхан Никто из нас не заслужил Никто из нас Или же все Или же все заслужили У нас не получилось Ну что поделать Мы все испортили Мы не смогли стать Ни хорошими родителями Ни мужем А женой Ничего не вышло Спокойно Я рядом Я здесь ЛИРИЧЕСКАЯ ВОЛНУ you МНУ МНУ ЛИРИЧЕСКАЯ БЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 решениях, но вы уверены? Вы отстранились от работы по состоянию здоровья. Я не хочу, чтобы вы опять занимались проблемами. Не надо, господин. А что я могу поделать, Латиф? Что? Как ни кручу, ничего не получается. Предательство семьи стало для меня хуже, чем предательство моего тела. Только прошу, никого не жалей. Все заплатят за свои поступки. Да, только к Сейран отнесись, не сходите. Вы переживаете, что она уйдет? Наоборот. Вчера я в первый раз понял, что она не сможет бросить мужа и уйти. Она так смело встала передо мной, и ее глаза сверкали от гнева. Она так защищала свой брак. И у меня появилась надежда, Латиф. Впервые после смерти моей жены и спустя столько лет она станет достойной хозяйкой этого особняка. Господин, ты не ослышался, Латиф. Ты не ослышался. Доверяю Сейран тебе. Займись ею. Поддерживай ее. Только не ограничивай и не дави на нее. Это мое напутствие тебе. Не важно, буду я или нет, но ни с кем не делись своей властью до тех пор, пока не сделаешь Сейран хозяйкой этого особняка. Как прикажете, господин? А теперь иди и разбуди Феррита. Он тоже поедет с нами и будет работать в компании. Посмотрим, справится ли он с настоящей ответственностью. Я не сомневаюсь, господин Феррите. Ты имеешь в виду Архана и Фуата, да? Я тоже целый день думал об этом. Если уж я выбрал Сейран хозяйкой дома, мне нужно посмотреть, способен ли Феррит справиться со всеми делами. Иди. Хорошо, господин. Остальных тоже разбуди. Сначала пойдем на намаз и помолимся, а потом поедем в компанию. Как скажете, господин. Что такое? В чем дело? Кто это? Господин Феррит. Что ты делаешь? А диван? Колдук. Вот увидишь, я скажу дедушке. Тогда что будешь делать? Слушаю, господин Латиф. Доброе утро. Меня отправил господин. Извините, что беспокоен. Сейчас еще ночь, господин Латиф. Господин приказал вам собираться. Вы поедете на работу. На работу? В мастерскую? Нет, в компанию. В компанию? С дедушкой? Госпожа Сейран, если желаете на завтрак что-то особенное, я сообщу на куплю. Нет. Спасибо, господин Латиф. Вы вместе поедете на утренний намаз. Рамазан уже готовит машину. Не задерживайтесь. Рамазан уже готовит машину. Он сказал, в компанию? Или я не так понял? Да. Он сказал, моя госпожа Сейран? Да. Он с ума сошел? Не смейся. Ты тоже сумасшедшая. Наверное, это... Ты его заразила. Мне кажется, он не шутил. Лучше собирайся и не задерживайся. Кстати, тебе очень повезло, что у тебя такой дедушка, как господин Холес. Очень повезло. Это так. Слушай, мне нужно надеть деловой костюм, как отец и брат. Ну, не обязательно деловой костюм. Я... Сейчас тебе что-нибудь выберу. Но в своей повседневной одежде туда идти нельзя. Что с тобой происходит, Сейран? Что? У тебя вчера был приступ ревности, и ты устроила такой скандал. А теперь выбираешь мне одежду. Я не понимаю ничего. Приступ ревности? Ты думаешь, я тебя приревновала? Угу. Кстати, ты вчера собиралась остаться у сестры. Что случилось? Потом пришла и легла в кровать, как кошка. А что поделать? Я подумала, что нельзя оставлять тебе одного. Ты же не думаешь, что влюблена в меня? Да, не думаешь? Вчера я вам устроила. А ты думаешь, это любовь? Нет, нет. Ты по уши влюбилась в меня, Сейран. Я в жизни не видел ничего подобного. Ты же с ума сходишь по мне. Если честно, я догадывался. Я не подавал виду. Но в аэропорту я подумал, она по мне сохнет. Она по мне сохнет. Просто умирает от любви ко мне. Фирид, не говори глупости, а? Давай лучше примерь вот это. Примерю, женушка. Ради тебя я сделаю все, что угодно. Начну с брюк. Надо было начать с футболки. И я бы увидела твой животик. О, кто в тебя всерился? Почему ты так себя ведешь? Где твой телефон? Я проверю. Ты о чем? Я спросила, где твой телефон? Сейран, ты серьезно? Где твой телефон, Фирид? Я не шучу. Он там, возьми. Где? Вот там. Ты точно свихнулась, Сейран? На этом телефоне отныне не будет пароля. А что вы делаете? Как сделали? Все, сейран. А о чем вы разговаривали с братом обедином ночью? Отлично. Такой расклад меня устраивает. Мне понравилось. Да? Я тебе еще не это покажу. Ты даже не знаешь. А. Покажи, женушка. Можешь показать мне все, что угодно. Я полностью готов. О чем вы разговаривали с братом обедином? О тебе. О том, что ты сделала и можешь сделать. Вчера ты устроила нам особенный вечер. Ты помнишь, что было за ужином? Ты же не забыла? Не забыла. И не забуду. Ладно. Я сегодня выйду из дома. Решила сообщить тебе. Ты мне сообщаешь? Моя маленькая горошинка. Ты сообщай мне обо всем. Когда заходишь домой, когда выходишь, когда заходишь в туалет. Чтобы я постоянно знал обо всем. Меня все устраивает. Хорошо. Ты такой смешной. Я шучу. Что ты будешь делать? Поедешь к родителям? Нет. Я думала, мы с сестрой поедем в парикмахерскую. А потом мне надо уладить кое-какое личное дело. Личное? Насколько личное? Ты уже не имеешь права отчитывать меня, Феррит. Теперь я буду тебя отчитывать. Ты это понимаешь? Не переживай. Это не по поводу работы. Ладно. Тогда я потихоньку пойду. Смейся, смейся. Ты у меня еще попляшешь. Войдите. Доброе утро. Вы не заняты? Проходите, матушка Гюрген. Нет, не заняты. Доброе утро. Доброе? Не смешите меня. Не ворчи. Желаю удачи на работе. Видишь? Так в былые дни. Как прекрасно. Просто отлично. Отец уже собрался? Он собирается и скоро спустится. Я хотела поговорить с тобой. А что случилось? Твой отец очень подавлен со вчерашнего вечера. Поддержи его. И присмотри за своим братишкой. Хорошо? Мамочка, не переживай. С Веритом ничего не случится. А с вами случится? Теперь дедушка будет выяснять все до малейшей детали. Ты же знаешь. Фуат, мама права. Как думаешь, есть что-то, что создаст вам проблемы? Что, например? Ну, не злись. Не знаю. Просто дедушка долгое время был не при делах. Может, вы что-то скрывали? Возможно, не скрывали, а просто не сказали ему. Подумай об этом. Есть что сказать? Сынок, если есть что-то подобное, лучше сразу скажи дедушке правду. Только не скрывай. Ты же знаешь. Потом будет еще хуже. Не дай бог. Слышишь? Да вроде все хорошо, мам. Да, мы не даем отсчет по всем делам, но мы все делали ради блага компании. Не переживайте. Все хорошо. Все. Ладно, увидимся. Пока. Пока, дорогая. Бог в помощь. Бог в помощь. Я как раз шел к тебе. Господин Латиф сказал, что Ферит тоже поедет с нами. Хорошо. Будем сидеть в уголочке. Ты рассказал что-нибудь маме? Недавно она в нашей комнате расспрашивала меня. Ты же ничего не сказал? Нет. Я тоже пока ничего не сказал. Как-нибудь выкрутимся, и дедушка не узнает. Угу. Пойдем. Сестра, я очень нервничаю. Как бы они сейчас не напали на меня из-за вчерашнего. Сестренка, госпожа Айфакат обязательно что-то скажет. Только не напрягайся и выше голову. Не волнуйся. Хорошо? Я рядом. Я с тобой. Мы вместе. Хорошо? Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Никого нет? Матушка Гюльгюн поднялась к себе, и невестка Айфакат попросила принести завтрак в комнату. Так даже лучше. Каждое утро заставляют нас там стоять. Каждое утро одно и то же. Да уж. Там достаточно одного человека. Давайте поговорим, и будем стоять по очереди. Если бы. Хоть за ребенком хорошенько присмотрите. Он же растет, как сорняк, без внимания. Что здесь происходит? А что такое господин Латиф? Шефика. Возьми фурат и выйди на улицу. Господин Латиф? Ты не расслышала? Ради ребенка. Мне нечего скрывать от тебя. Фурат, пойдем. Пойдем, солнышко. Ай-яй-яй, мое солнышко. Тетушка Шефика, так рада. Пойдем. Почему вы не наверху, госпожа султан? Что-то не так, господин Латиф. Карлос же там. У меня с утра разболелась голова. Не болтай! Кто вы такие? С какой стати вы изменили порядок в доме без моего ведома? Не молчи, султан! Вам кто-то приказал? Отвечай, султан! Никто. Мы и так хотели поговорить с вами, чтобы мы стояли утром за завтраком по очереди. Отныне. Без моего ведома и разрешения вы не ступите ни шагу. Даже уходя в пристройку из кухни, вы будете отпрашиваться у меня. Слышала? Господин Латиф, вы не перегибаете балку? В чем вы провинились? Я к тебе не притронулся, так как у тебя молодая дочь. Ты сделала ее похожей на себя. Не вздумай перечить мне. Если кто-то из вас проявит хоть малейшее неуважение госпоже Сейран или ее семье, вылетите отсюда. Запомни. А теперь быстро наверх. Быстро наверх, за работу! Живо! Мы принимаемся за работу, господин Латиф. Только впредь, пожалуйста, не оскорбляйте моих детей. Если тебе так дороги собственные дети, веди себя соответствующие. Как бы тебе не пришлось покинуть этот дом, видишь? Их отец уже ушел. Ты так ничего и не поела, Сейран? У тебя нет аппетита? Я особо ничего не ем по утрам. Не хочется. Не вини себя. Карлс, можешь принести нам три чашки кофе? Вы будете девушке? Хорошо. Я сейчас, госпожа Сума. То есть я хочу сказать, ты все правильно сделала, Сейран. Ты молодец. Когда ты в первый раз пришла сюда, я сказала тебе, что со временем ты привыкнешь. А сейчас я смотрю на тебя с восхищением, несмотря на все слова, что вы услышали из-за меня. Большое спасибо. Почему из-за тебя? Нет, вы извините, конечно, но, видимо, у господина Хариса уже давно были такие мысли, и он все высказал. Я согласна. Разве дедушка сказал неправду? Все и так должны были образумиться и вести себя иначе. Фуат в том числе. По крайней мере, Фуат не такой, как Ферит. Он занимается своим делом. А Ферит никогда не брал на себя ответственность. Он даже не знает, что ему надеть на работу. Представляете? Он же не привык. Он привык к другому образу жизни. Но, видимо, теперь все. Это закончится. Благодаря Сейран. Надеюсь. Видишь, Суна, у незамужних есть одна проблема, а у замужних тысяча. Пусть Аллах не пошлет нерешаемых проблем. Что же я могу сказать? Так, Суна, а у тебя есть кто-то, кто тебе нравится? Мы бы справились свадьбу, и в доме бы воцарилось веселье и праздник. Разве я кого-то вижу, кроме вас? Но все равно будь начеку. Никогда не знаешь, что будет завтра. Ну, конечно. Извините, мы немного задержались. Вы что-нибудь желаете? Нет, мы уже позавтракали. Можете убрать со стола. Пойдемте туда, девушки. Хорошо. Добро пожаловать, господин Халис. Позвольте, господин. Какая честь, господин. Добро пожаловать. Здравствуйте. Надеюсь, все хорошо. Проходите, господин. Я пришел не в гости. Это же моя компания. Пытаясь проявить уважение, не перегните палки. Ну что вы, господин. Просто я так давно вас не видел и, видимо, переволновался. Извините, проходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменяйте табличку. Орхан переедет в другой кабинет, в любой, который захочет. Как прикажете, отец. Даже если здесь и поменялся запах Кабинет остался прежним Давайте ваше пальто, господин Войдите Добро пожаловать, господин Халис, вы что-нибудь желаете? А где Мехвеш? Мы перевели ее в отдел бухгалтерии, отец Она помогает господину Садыку Нет У Садыка теперь есть новый помощник Ты боялся мастера Неджепа, а теперь вдвойне будешь бояться Садыка Он сначала научит тебя вести счет не деньгам, а жизни Цени это, Ферит Проводи моего внука и познакомь с Садыком И скажи им, что теперь господин Халис сам будет управлять делами Как скажете, господин Я Бетюль, ассистентка господина Орхана А я Ферит Ясно Какой у тебя красивый браслет Ясно Это ваш дизайн Да Ты знаешь, я тоже делаю эскизы А, правда? Хотелось бы как-нибудь увидеть Скоро один из них изготовят Да Я покажу Ладно Пойдите Бог в помощь, господин Садыка Бетюль, в чем дело? Это же Ферит Ах, ты проказник Иди сюда Ты меня вспомнил? Нет Я сестра Мехвеш Твой дедушка частенько приводил тебя сюда Он же был ребенком, как он вспомнит Разве ты такая, как прежде? Поцелуй мою руку, сынок Господин Халис вернулся в компанию К тому же господин Ферит теперь будет работать здесь с нами Садык, ты слышал? Я же говорила Он хочет видеть вас обоих Он в кабинете господина Орхана Присядь сюда Присядь сюда Ничего не трогай Я скоро приду Если вам что-нибудь понадобится Я здесь неподалеку, господин Ферит Окей Отец, если вам от нас больше ничего не нужно Что мне может понадобиться от вас? Делами лучше займитесь Я сегодня записан к стоматологу Но если хотите, я не пойду Нет необходимости Только перед уходом поговори с кем нужно И найди себе кабинет Этого достаточно, Орхан Больше я ничего не прошу от тебя Хорошо, отец Доброго дня, дедушка Войдите А вот и Мехвеш Старая армия Добро пожаловать, господин Слава Аллаху, мы увидели вас здесь Ну что ты? Зачем такие красивые глаза плачут? Господин Господин Не говорите так Она же всему верит Слава Аллаху за сегодняшний день Спасибо судьбе Которая соединила нас Господин Господин, это правда? Вы вернулись? И не только я И ты тоже возвращаешься на свое место, Мехвеш Ты же моя правая рука Без тебя я не смогу А тебе я вверяю самое дорогое Делай, что хочешь Даю тебе полную свободу Если захочешь, можешь ударить его бревном и разломить голову Потому что мой внук понимает только так Господин, не волнуйтесь Для начала подготовь мне все расчеты Принеси все платежи по налогам и все остальные бумаги Мы начинаем рабочий день Хорошо, я тогда сейчас же принесу кофе Господин, с вашего позволения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как вы, госпожа? Вам что-нибудь нужно? А ты как думаешь, султан? Со вчерашнего вечера в меня будто возили нож. А вы как? Вы же не выходили из кухни? Нам пришлось выйти. Пришел господин Латиф и всех нас разогнал. Он сказал, чтобы мы больше не проявляли ни малейшего неуважения к госпожи Сейран и к ее семье. Ох, дай-ка мне стакан воды. Эта юная девчонка разнесла все в пух и прах. Но она у меня доиграется. Если бы у меня на руках был козырь, я бы разобралась с ней. Говори уже, султан. Госпожа, у меня нет доказательств, и я точно не знаю. Но я боюсь, что вы опять будете ругать меня, если я вам скажу это. Касательно чего? По поводу маленькой ведьмы? Но потом не говорите мне, что я проявила неуважение к невестке. Какое еще неуважение? Я готова утопить ее. Говори уже, не зли меня. Этот парень, который недавно устроился... Друг Сейрана Зантепа? Он что-то про нее знает? Что он сказал? Нет, нет, он ничего не сказал. Но кажется, в прошлом они были не просто друзьями, госпожа. Ты вообще понимаешь, что говоришь? Ты сама себя слышишь, султан? Да, госпожа, но, как я уже сказала, я не уверена. Как ты могла все это время сомневаться в этом и не сказать мне? Но у меня нет... Нет никаких доказательств. Это просто предчувствие. Меня что-то насторожило. Я уже давно за ними наблюдаю, но никак не могу поймать их с поличным. Но мне кажется, что что-то было. Между ними что-то было, я это чувствую. Госпожа, я это чувствую. Из этой беды меня может спасти только такое. Султан, сделай все, но найди мне доказательства, свидетеля или информацию. Ты все поняла? Поняла, госпожа. А теперь я разузнай все хорошенько. Нам нужны факты. Иди. Иди. Вечером приедут наши, мне сказала тетя. Она еще спросила, что случилось. Ты же ничего не сказала? Нет, я поклялась, что все хорошо. Да простите меня, Аллах. А вы о чем говорили с господином Латифом? Я сказала, что мы поедем к парикмахеру. Да, ну как? Нам придется туда пойти. И там уже как-нибудь улади между делом. Сейран, ты уверена? А если она скажет Фериту? Вдруг нас кто-нибудь увидит? Нет, нет, я уверена. Иначе я не успокоюсь. Мне нужно с ней поговорить. Ладно. Ладно, просто я очень боюсь скандала. Но ладно. Будь по-твоему. Нет, нет. Все, вставай. Давай соберемся и пойдем. Хорошо, как знаешь. Извините, господин Садык. Я вас беспокою. Вам что-нибудь нужно от меня? Сиди там. Я и так сижу без дела. Может, я помогу вам? Возможно, буду полезным. К тому же, мы весело проведем время. Что скажете? Терпение главное в жизни. И в бухгалтерии тоже так. Ты терпеливо сиди там. А если не сможешь, я скажу твоему дедушке. Пусть забирает тебя к себе. Нет, нет, хорошо. Если мне нужно просто сидеть, я буду сидеть. Нет проблем. Терпение. 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 Алло. Как дела, Бурак? Все нормально? Ферит. Господин Садык. Что вы делаете? Не вмешивайся в мои дела. Везде есть свой порядок. Телефоном пользоваться запрещено. Если что-то срочное, позвонят на офисный телефон и найдут тебя. Когда будешь уходить, я отдам тебе твой телефон. Но, господин Садык, мне так скучно. Это не обсуждается. В бухгалтерии важно внимание. Здесь нельзя ошибаться и нужна концентрация внимания. Я тут готовлю пакет документов для твоего дедушки. Из-за твоего телефона я отвлекся от дела. Если я скажу это твоему дедушке, что он мне скажет? Лучше подумай о том, что он скажет тебе. Верно. Хорошо. Извините. Такое больше не повторится. Я сижу. Малейшая ошибка может лишить нас миллионов. Вставай и подойди ко мне. Наблюдай за мной. Научишься, как надо классифицировать документы. Живо, живо, давай! А что значит классифицировать? Распределять. Смотри. Это производство. Это приход, а это расход. Пришло и ушло, да? Ты слишком болтливый. Извините. С чего мне начать? Начни с производства. Надо это классифицировать, да? Да. Вот так. Войдите. А, господин, я и себе сделала кофе. Попьем вместе, как в былые времена. Ничего себе. Сейран сделала то, о чем я мечтала все эти годы. Послала всех. Но это отразилось на нас. Я солгал, что иду к стоматологу. Не забудь. Не беспокойся. Халиск Орхан и так хотел вернуться. Вот и нашел себе причину. Да. И он сразу потребовал свой прежний кабинет. Я так опозорился перед работниками, будто бы я не справился. Орхан, полегче. Ты с ума сошел. Ты же потом поедешь на работу. Зачем тебе проблемы? Какая теперь разница? Он и так осуждает каждый мой поступок. На этот раз хоть будет причина. Орхан, если ты захочешь, можешь всегда выйти сухим из воды. Но когда тема касается Халиса Корхана, то смелость исчезает. Уничтожь себе этот страх перед ним. Не позволяй ему заставить чувствовать себя никчемным. В отличие от Халиса Корхана, ты заботливый отец и хороший человек. Очень. Последнее время, кажется, только ты так думаешь. Ты так жесток к себе. Не надо. Не надо. Я давно ни с кем не разговаривал так открыто. Ты можешь звонить мне в любое время. Через столько лет и после всего случившегося мы наконец-то можем стать друзьями. Спасибо. Я скучал по этой дружбе и твоей поддержке. Там накаленная обстановка, и я прячусь в комнате. А как у тебя? Так же, где ты? Ты в комнате? В комнате. Если бы ты смогла прийти. Итак, иду. Открой дверь. Открою дверь. Сестра Султан? Какая я тебе сестра, подолк? Что за сообщение? Что за сообщение, а? Позорник! Бессовестный. Бессовестный. Бестыжий негодяй. Ну все, тебе конец. Ты у меня на крючке. Когда я покажу это господину Халису, тебе мало не покажется. Ну все, мой дорогой. Твой час настал. Будь ты проклят. Иди и покажи господину Халису. Я скажу, что мы любим друг друга и хотим пожениться. И нет проблем. И тебе придется жить со мной и называть меня зятем. Послушай меня. Я тебя уничтожу, балбес. Я пожертвую собой и поставлю на уши особняк. Но никому не позволю использовать мою дочь. Ты меня слышал? Что ты делаешь? Кем ты себя возомнила? Я молчу из-за уважения к тебе, а ты вообще наглеешь. Вот как? Ну хорошо. Пусть тогда все в особняке услышат о твоем прошлом с госпожой Халису. Когда господин Ферит позвал тебя, я тоже там была. Я была над дверью и все слышала. Ты ничего не сможешь доказать. Тебе понятно? Тема закрыта. Молчи. Значит, есть то, что можно доказать. Я не отдам за тебя свою дочь, чтобы ты заставил ревновать Сейран. Хорошо. Иди и все расскажи. Между мной и Сейран ничего нет. Все в прошлом. Из Диджле у меня нет ничего. Мы просто узнаем друг друга. Узнавай. Рискни. Моя дочь будет последней, кого ты узнаешь. Ты понял? А господин Халис знает о твоих отношениях с Феритом? Если ты откроешь свой рот, я все расскажу. Я столько раз видел вас вместе. Посмотрим, кого он выгонит первым. Что ты несешь потом? Больше никогда в жизни даже не пытайся. Если я услышу, что ты так поступаешь в Диджле, ты у меня пожалеешь. Иди отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА